Вот это не моя, это его фраза. Он мне писал где-то фотографию, да? Сад в ожидании чуда. Наиля. Чудо будет, я вам обещаю. Немножко холмы крутоват, конечно. А так, ну что я скажу? Всё отлично. А вот это вот, внимание, я такое сам видел когда-то, но это мне прислали, посмотрите. Знаете, какая была здесь надпись написана? Президенты Южной и Северной Кореи садят дерево по методу Железова. Я, конечно, был подчинен, что человек так написал по методу Железова. Вот это по методу Железова. Но дело в том, что я очень подозреваю, что эти оба президента про Железова никогда не слышали. У них есть другие заботы. Они одно дерево посадили, было первое и последнее в жизни. Но посадили правильно. Вот так вот. А вот это, меня это вызывает тошноотворность. Вот это фотография, да? Вот. Я не могу успокоиться. Я не говорю, что все доктора наук вышли с теми языками. У нас хватает университета. Смотрите сюда. Не удержусь. Покажу, не удержусь. Фото 2018. Я показывал, но не показывал все фотографии. Только ту. А сейчас... Ну, не могу я. Почему? Эти девчонки, они решили, знаете, какую глупость сказать? Они меня разодорили. Помните, как Высоцкого? Только зачитались кулаки. Почему разодорили? Ну, я, да, это самое. Уже, может быть, что-то другое бы говорил. Но я не могу так. Вот. И самое. Вы, кандидатки. Я Вам сейчас покажу Вашего доктора наук. Вашего коллегу. Сейчас. Вот он. Ну, в этот раз. Уже думал, ну, зачем все показывать? И вот этот доктор наук. Самый настоящий. Обратите внимание. Вы можете его найти. Это я с экрана. Центр поддержки садовода-огородников. Да? Вот он так поддерживает. Вот этот доктор наук поддерживает. Посадите внимание. Яблоню, грушу. Правильно. Если бы не было груши, я бы плевал на это. Яблоню долго терпят. А груши нет. Если бы он посадил грушу, это на смерть. Зачем было писать грушу? Доктор наук не знает, что яблони и груши, вот. Они родственники, но не настолько разошлись по своим вот этим самым фенотипическим свойствам. Настолько разошлись, что они настолько стали разными по отношению к природным явлениям. Груша росла. Это я придумал. Хотите верить, хотите нет. Вот. В более сухих условиях. Ей пришлось очень внимательно. Я вам показывал фотографию молодой груши. Помните? Внимательно собирать влагу. Защитить штамп. Он не выдерживает сырости. Потому что он не знал сырости. Этот вид груши. Он не знал миллионы лет сырости. А его бах в Прибалтику. Да куда угодно. Там, где яблони, хоть бахны, оно может 10-20. Ну, сгниет на 30-м году жизни. Китайка у меня начали, выдержали 30 лет. Я также садил, тоже был этим. Чуть не сказал кем. Внимание. Смотрим. И главное, правильно посадить. Вот. Наталья, Ольга, если все-таки кто-то вас тыкнет носом, может, туманом скажет. Да вы все-таки поучите сюжетного. Нельзя ж так-то. Вы же его этот. Страницу рисовать позорите. Мы ничего не знаем и знать не хотим. Да, вы стерли, вы струсили, стерли всю переписку с моим братом. Перед этим наизгалявшись. Ну и стерли. Что, от этого что-то изменилось? Вот и она переписка. Вот на этом компьютере. Итак, ваш коллега. Я не видел, как вы садите. Видели? Видели? Настоящий доктор наук. Начинает заполнять яму, не зная, что все это вредно и смертельно для дерева, для корней. Ну. И сейчас никто этого не знает. А потом руками разводят. Как-то Адама, юморист это, не то поела. Не то съела. Ой, мне плохо не то съела. Ой, тут заболел и не то съела. Ну что это такое? В яме ничего не должно быть. Запомните раз навсегда. Это я не доктор. Он никогда этого не увидит. Он один фильм снял. А вот план выполнил. Ему надо публикации для этого, чтобы стать этим член-кором. Вот яблонька. Совершеннейший урод. Калека. Корни обрублены. И вот когда вот такие корни обрублены. Нельзя вот это. Нельзя, 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 нельзя. Понимаете? Нельзя. Следующий снимок. Я еще думаю. Вот судьба вот этого. Наверное, он выбирал один из лучших сарминцев. Наверное. Но я вижу калеку. Вот такие вот еще. Я, может быть, случайно. Просто, знаете как. Не было хороших сарминцев. Взял дерьмоники. Просто искалеченная вот эта рана. А может быть, специальная рана. Вы знаете, что придумали? Я уничтожил привитый саженец. Когда привой я пережал подвой. Только один. Как было сказано. Берете и вдавливаете этот самый острый нож. И вот так вот через это. Через хирургический шок. Через привык. Вот так. И они выровняются. Я сделал хррр. Она вторая умерла. В этом же году. Больше не подходил. Я не знаю вот эту судьбу. Вот это. Что это? Или специально такая же. Хррр. Чтобы они срослись. Вот. Смотрим дальше. Вот своими ручками. Своими этими тюрьгентами. Видели? Видели. Я ничего не упустил. Вы думаете, это ужас весь впереди. Смотрите. Полил. Теперь уже ясно, что яма. Которая заполнена. Она еще на 20 сантиметров посядет. Вы будете сомневаться в этом? После полива. И усадки. Какой хрен кол. Это он яму сделал. Настоящую. Дальше. Вот этот снимок. Вот я его показывал. Сколько я проклинал этот снимок. Вместе с доктором. Ну нельзя же так-то. Как может дерево с такой раной. Которая имеет площадь рану 20 раз. Это самое. Диаметра этого. Площади штамба. Как можно это было сюда пихать? К тому же. Знаете это кто? Клон. Тот самый. У него нет центрального корня. А потом ниже мы найдем умную статью про центральный корень. Вот. Уже не мою. Вот так вот. Смотрим. И этот клон. Который долго расти не будет. Даст этот самый. Маленький саженец. Миниатюрный. Который. Да. Я вам не понимаю. Как он расти то будет. Вот с этим вот. Что же это такое-то? Что же это за саженец? Он же лучше выбрал. А остальные что? Еще дерьмовик? Ну что. Я ему сохранил. Знаете что он все сделает? Видели? Те самые проклятые мной бордюр делают. Вот. А теперь смотрите. Имея такие жалкие жидкие корни. И достаточно мощную крону. Он ее обрезал хотя бы наполовину. Это значит то чего не... Извините. Когда-то уже рассказал. Когда пересадка. Значит корни не накормят. Как на старом месте. Дай Бог половину бы выкормить. Вот. Она или начинает сверху отсыхать. А мы когда обрезаем. Мы это предупреждаем. То есть надо чтобы вот эта нижняя часть была полноценно выкормлена. Мы жертвуем. Отрезаем верхнюю часть. Жертвуем. Так. И не тыщеный носом. Что железо против обрезки. Я сам режу. Это при пересадке. А если оставляет вот так. Он сразу изнутри начинает загнивать. Почему? Загнивает сердцевина. Она самое слабое место. У него по камбе движутся соки. Движутся, движутся. Но их половина от того что надо. И сколько я вам показывал в разрезе, в распиле. А вспоминаем. Еще покажу. Дерево с первых дней жизни, с первой минуты жизни начинается сейчас. Мало того что калека. И дальше калечится. И это доктор наук. Ладно. Дальше уже другое. Мы это проходили. Возвращаемся к нашим бар... Вот. Поняли, да? Смотрим дальше. Вот это вот. Он. Видели? Это глубокая яма. Не только для яблевых. Но и для груш. Вы видели там выше? Можете найти этот фильм. Потому что там все данные есть. Как его найти? Так. А вот это. Крупнейший в России питомник. Который тоже претендует на звание ученого. Там, когда я был. Шесть кандидатов в наук. Вот тут хвастались, что мы кандидаты. У нас шикарное оборудование. Там их аж шесть. Вот. Вы знаете, когда я этот снимок сделал? На действующем сайте, на действующем фильме. Вот. Полтора года назад. Вы думаете, что-то изменилось? Это сколько деревьев они погодят? А почему? Меня вот эти вот Оргас Наталья зацепили. Меня, моего брата. Вот и получаете теперь. Вдруг вас туманом заставит это все посмотреть. Вот.